Дача. День. Люди. События. 16 декабря 1946 года 41-летний Кристиан Диор открыл в Париже модный дом со штатом из 85 сотрудников и стартовым капиталом 6 миллионов франков. В феврале 1947 года была представлена первая и самая знаменитая коллекция легендарного кутюрия. По подиуму шли очаровательные манекенщицы в пышных платьях с затянутой талией и высоко поднятым бюстом. Образ «Прекрасной дамы» от Диора кардинально отличался от аскетичной моды военной поры. Главный редактор журнала, Арпильс Брзар, Кармел Сноу назвала творение Диора, «Нью Лук», «Новый облик». Коллекция получилась невероятно успешной. Вскоре у Диора пожелали одеваться самые богатые и знаменитые клиентки, от членов европейских монарших фамилий до голливудских звезд. В этом же году Диор запустил парфюмерный бренд, Christian Dior Parfum. Первый аромат дизайнер назвал, «Мисс Диор», в честь своей сестры. В 1948 году компания открыла бутик в Нью-Йорке, а в следующем создала систему лицензирования для продвижения своих трикотажных изделий на американском рынке. В 1952 году открылся лондонский филиал фирмы, Christian Dior Models Limited. Уже через год деятельность компании распространилась на Мексику, Канаду, Кубу и Италию. Сегодня французский дом моды, Christian Dior, производит одежду, парфюмерию, декоративную косметику, аксессуары, чулки, нижнее белье и средства по уходу за кожей. Обороты компании составляют более 20 миллиардов евро в год, а число сотрудников – более 76 тысяч человек. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Субтитры создавал DimaTorzok